Доброе утро! Начинаем свой вложик из яйца пашот. Делаем вот так. В такое ситечко поместили яйцо. Немножко постояло. Белок весь стек. Вода кипит. Огонь маленький, видите, такой. Чтобы она не сильно прям кипела у вас. Опускаем сюда в кастрюльку. Аккуратненько. И все, ничего не делаем. Ни воронки, ничего, ребятки. Вот так ждем, видите, белок вот этот отделился. Часть, ничего страшного, так и надо. Это маленькие такие потери. Не переживайте. Уже второй отправили тоже сразу же. Ну и варим 2-3 минутки. Видите, оно лежит там на дне, так скажем. И готовится себе. А вот второе только заворачивается. И все, через 3 минутки достаем первое, которое первое у нас было. Куда-то на тарелочку. Посмотрите сейчас. Достаем куда-то потом. Когда будете кушать, вот так у нас. Еще с пылу, с жару. Можете перчиком прикусить, как хотите. И вот получаем такой результат, ребятки. Ну вот, пожалуйста, видите, вытекает желточек. И вот. Обалденный просто рецепт. Пользуйтесь. Воду добавить надо этот. Соль еще, я вам не сказала. Ну так выглядит. Две минутки, не больше. Полюбуйтесь, как цветет. Это алыча, по-моему. Да, желтая такая вообще. Рясно-рясно. Вообще такое дерево. А пчел сколько? Вообще обалдеть, красота. Ребятки, всем поближе привет. Сегодня будет ложек из дачи. Такой тоже небольшой. Необходимо тут посадить кинзу. Кинза это та же самая кориандр. Если вы не знали, я вам говорю, будете знать. Когда цветет, и потом уже она становится кориандром, когда семена. Сейчас посмотрим, пробежимся с вами, какие изменения. Вообще уже все цветет. Вообще обалдеть, надо лук прополоть. Ну, в общем-то, беру вас с собой. Так, смотрите, уже петрушка проклевывается как. Вот, мы с вами садили ее. Здесь, где у меня уголок зелени. Вот это эксперимент я садила, которая укроп и петрушка, по-моему. Посмотрим. Уже не помню, это точно укроп? Вот вижу по нем. А здесь, не помню, по-моему, петрушка. В зиму, которую я садила, посмотрела там девочек, говорят, быстрее все будет. Ну, не знаю. Спорный такой вопрос для меня. Лук-батун здесь сидела. Два рядочка. Очень аномальная жира, больше 20 градусов. Я его не поливала еще пока. Даже не знаю, как его лейки. У меня нет его поливать. С распылителя. Ну, в общем-то, вообще один рядок ужасно. Вообще нет. Я думаю, немножко пострадал тут еще из-за соседских курей. Ну, это ладно. Петрушка один рядочек оставила. Вот как поднялась. Вообще обалденная. Сочно-сочно. Чесночок. Вот у меня такой. Я оставила специально краюшку такую, знаете, зеленушки. И хочу много, чтобы не занимать место. Вот здесь между чесноком кинзу посеять. И редиску, которую, представьте, уже думала в апреле ее не так будет есть. Ничего подобного. Просто ужасно. Не знаю, пеплом посыпать поможет. Хоть бы что-то было. Просто, для напала, это кошмар. Ну, петрушка такая сочная. Это чеснок, когда садили осенью. Малинник делали. Этот я сюда. Поместила. Думаю, пусть будет здесь. Обалденная петушка. Сейчас хочу вам показать. Уже как горох. Зашел. Ну, я сидела пораньше. Где-то в марте. 20-го, наверное. Смотрите. Уже какой. Тут три рядочка таких. А, четыре, да. Здесь два сорта. Вот так вот. Крыжовник уже вообще, листочки так быстро. Уже скоро будет свистеть. Смотрите. Так выглядит. Это тот, что я прикапывала. Вот так прикопала. Ну, веточка тоже все нормально. Думаю, она все-таки даст корешки. Хочется надеяться. Сегодня хочу вот этот лук прополоть. Семейный, кущевку. Как у кого называется. Вот так выглядит уже он у меня. Видите? Да, чеснок уже прополол, а этот еще нет. Не знаю, что успею сегодня. Вот такой объемчик работает. Вот так вот выглядит. Вот это буду этим заниматься. Смородина, смотрите, уже. Вот-вот. А, уже даже цветет. С утра я приехала, еще не цвела. Только были такие вот. Сейчас уже все распускает. Так, это она у нас второй год. Начинает уже вот зацветать. Два кустика здесь. Малинка только начинает. Это которая вторая. Мы пересаживали в этом году с вами. Видите? Это не ремонтантный сорт. Вот кому хорошо, смотрите. Лежит, да, котейка. Ой, ну что ты меня согнала? Да, я лежу тут хорошо. Тогда начинает вот помоложе, которая быстрее. Вот эти листочки. Там тоже есть вот. Вот, видите, просыпается. Все хорошо тут с ней. Но урожая, наверное, не будет в этом году. Я так думаю. Я там смотрела мужчину. Говорю, если вы пересаживаете обычную малину, но не ремонтантную, в этот год не ждите урожая. Все замучировали вот так вот. Дождик когда был, мы тут еще сделали, чтобы она поливалась, слив такой. В общем-то, все работает. Здесь еще ничего. Здесь у меня эксперимент. Вам позже покажу, если все получится. Посадки. И также я хочу юбку сегодня почистить. Посмотрела, там все вот эти нижние листья обрезают. Я пересадила, так и не почистила. Тоже это сделаю сегодня. Сейчас немножко лук надо прополоть. Вот смотрите, как эти хризантемки поднялись, которые я высаживала, вам показывала. Так, самая крайняя юка, конечно, самая хуже себя чувствует. Ну ничего, юка это такая она живучая, я знаю. Тут две вместе. Я не думала, чтобы они две прям пропали. Сегодня полью все. Ну, это надо вечера дожидаться. Такую жару ничего не стоит поливать. 26 градусов. Очень жарко на солнце. И это тоже эксперимент. Если все получится, я вам покажу. Не знаю еще сама. Так, все, ребятки, идем. Пропалывать лук. Так, все так выглядит. Все, наконец-то пропалуло. Хоть чуть солнышко зашло. А так вообще жара неимоверная. Вот так все выглядит вообще. Когда под линеечку, то есть под веревку садишь. Красивее, конечно, чем так. Про белые в некоторых местах это немножко корочки посчитали. Вот так вот выглядит. Вот такая красота, смотрите. Этот второй, который я садила чуть позже. Здесь красный, белый, штутгард. Вот это вот место пропущено. Здесь морковь. Два ряда. Пока нет моркови. Не могу здесь пока полоть. А, сходит только. Только сходит. Смотрите. Вот. Рядочки. Здесь пока не буду пропалывать, потому что всю морковь уничтожу, так скажем. Этот немножко хуже. Он позже посажен намного. Ну, как намного. Ну, где-то разбежность у них полторы недели. Да, вот так. Этот пока некогда пропалывать, поскольку морковь, я не помню, вот как я садила. Между каждым рядочками или через два. Вот не помню все. Вот представьте, как бывает. Так что буду ждать, чтобы взошла морковь. Может, только по краям. Вот тут два ряда. В любом случае, он еще совсем такой малюсенький. Еще терпит, как бы. Не буду пока еще. О, грушка. Гляньте, как просыпается. Вообще, листочки, знаете, какие интересные у нее, да? Вообще, знаете. Грушка. Ну, какие красивенькие. Обалдеть. Яблоньки уже с листочками. Тоже. А в том году мы садили деревья эти. Кстати, яблоньки тоже. Такие листочки уже молоденькие. Ммм, красота. И не это хотела вам показать. Смотрите, я помню, я вам рассказывала, что в агромаркете заказывала эту гигантеллу. Пять кустов, что выжило только три. Ну, вот, ребятки, полюбуйтесь. Гигантелла. Вечером ее надо полить. Уже цветет. Тут осталось буквально три куста из пяти. Да где там три? Два. Вот, маточные кусты, по-моему, два. Видите, и усики немножко дала. Ты такая довольная вообще. Класс. Так, давайте теперь югу эту подстрижем. Да, несчастная, конечно, но ничего. Зачем ей сухие листья? Тем более. Все вот это, что касается земли, обрежем. И вечером хорошенько ее зальем. Ничего страшного. Югки вот такое. Отойдет. Я тогда вообще сидела в том году весной. Вообще были такие малюсенькие. Корень просто был отдельный. Все, от обломанной тоже уберу. Оставался один корень и отошла. Ничего ей не было. Отойдет. Она такая. Не сильно так. Прям солнце вышло. Которая. Видите, все что. Обязательно в перчатках работаете. Колючая. Да и не пересадила еще когда. Все, что касается. Вот это вот. Ничего страшного. Что такая отойдет. Посмотрите. Смотрела тоже девочек. Отстригают все. И весной после зимы. Немножко, конечно, будет некрасиво. Но ничего. Вот эти тоже листья. Они ей не нужны. Вечером хорошо ее залью. Я же говорю, вот там вообще у меня от корня она. И вот этот тоже лист. Сухой. Вот эти пока оставлю. Пусть будут. Вот так выглядит. Может, не так презентабельно. Но ей ничего не будет. Я же говорю, вечером хорошенечко залью ее. Таким образом. Ей сухие тоже не надо эти все. Видите, эти все убираем. Вот такая вот вышла у нас. И так все подстригую их. Сколько у меня тут их есть. Тем более, это ей сушняки. Вообще так не надо. Выглядит несчастно. Но ничего. Все наладится. Вот. Одна. Также вторую подстригу. Вот это вот. Видите, это получше себя выглядит. Чувствую. Здесь тоже две вместе. У меня их не стала уже рассаживать. Тех, что мне не нравится. И обязательно те, которые касаются к земле. К земле они не должны касаться. Я еще так садила, заглубила ее. То есть, видите. Ничего страшного. Не надо жалеть. Больше лучше обрежем. Новенький, свеженький нарастит. Ничего страшного. Не боимся. Кстати, напишите ваш опыт с юками. Я одно видео посмотрела. И там женщина рассказывает, что вот только молодые цветут. То есть, постоянно надо оставлять молодые. Вот большое растение, оно, если цветонос выпустило, оно отцвело, то все. Таким она, то есть, чудом цветет. Нам кажется, что это одно растение. Оказывается, нет. Вот она поделилась. Вот это отцвело. И вот это вот уже, допустим, растение, которое у вас цвело, оно не будет цвести. Оно рядышком вот дает и тогда цветет. А то, говорит, уже вы можете спокойно убирать и, то есть, таким образом омолаживать куст. Ну и плюс пересаживать. Разводить она хорошо. То есть, делится. Так что, напишите ваш опыт с юками. Я только в том году их начала, как бы, здесь выращивать на даче. Естественно, они молодые, они еще нет цвели. Но ничего. Все, которые сломаны, ничего страшного. Пусть лучше наращивает новые листочки. Молоденькие, которые будут. И будет красивое зеленое. Вот это вот сусухое нам не надо. Особенно, которое касается земли. Все, ребятки. Вот так выглядит. Несчастное, но ничего. Вырастет. Все, и еще эти две тоже подстригу здесь. У меня еще 2-4. И вечером хорошо их попроливаю. Такая будет красота. Все, все так заканчиваю обрабатывать. Сажу там, где у меня зелень. Вот так выглядит кориандр. Вот где садила я, вот с осенью говорила. Укроп, да, есть. И ничего. Ну, что это, гулять будет у меня здесь место? Не хочу. Мне кажется, если бы что-то было, уже бы вышло это растение, да. Сейчас еще и лун потом вот этот спиляю. Ну, мне кажется, уже было бы что-то. Если здесь действительно. Если укроп есть, то есть. Вот за чеснока там я смотрю, места мало. Так что я здесь посажу. Укроп этот останется. Обязательно пролью сегодня, поскольку уже жарко. Отсюда вот так давайте сделаем. Мне кажется, если было, а я тут, по-моему, еще и салат посаживала. Уже по 100% это вышло бы. Так, обязательно пролью. Надо аккуратно, потому что здесь укроп, чтобы укроп не затоптать. Потому что уже влаги меньше, чем тогда, когда я садила морковку. И все остальное. Салат, вот манголь. Уже вообще очень мало. Так, хватит. Два ряда кинзы мне. Хватит, хватит. Я же говорю, люблю только я ее. Это кинзу. Ну, и кориандр потом соберем. Будем рвать листья, как кинзу кушать. Молоденькую. На зелень. Ну, вот у нее такие, видите? То есть, как кориандр. Можно, наверное, было и, я так думаю, купить. Допустим, покупной. Ну, я не высаживала покупной никогда. Ну, что в специях продается. Нужно было, наверное, и его даже высеять. Ну, не знаю. Уже не буду сюда экспериментировать. Оставлю. Здесь его не так много, но все равно оставлю на следующий год. Но он покрупнее довольно, чем такой покупной, я вам скажу. Намного. И все, как всегда. Обычно его будем закапывать и все. Так. Все. Кориандр посажен. Все, закапываем. И ждем урожая. Все, как мы любим. Все. Туда особо не хожу, потому что там укроп. Уже вот зашел. Несчастный, правда, тоже. Ну, ничего. Крупные такие семена, вообще обалдеть. Класс. Все, ребятки, этот день заканчивается. Немножко еще буду юки поливать, я вам говорила, которые посрезала. Ну, и там тоже надо с тепличкой поработать. Ну, это совсем в другом видео. Так что, такой был день. Спасибо, кто был со мной. Пишите комментарии. Всем хороших посадок, урожаев. Все, всем пока.